Привет, чуваки! Приветствую вас на канале Сантей Геймплей. С вами я, Сантей. Продолжаем мы рубиться The Second Before Us. Это у нас четвертый день. Пятая серия, получается. Попал я в какую-то клетку. Смотрю, вот здесь вот на стене рубильник. Так, кидать. Еще попасть надо, блин. О, попал. Отлично. Трупы какие-то в клетках. Часть первая. Да здравствует великий Нил. Сотням тысяч даешь жизнь, ничего не требуя взамен. Кажется, что ты видел все. Голод, войды, страшные засухи, периоды благоденствия и плодородия, страх и радость, жизнь и смерть. Для тебя не существует времени. Кажется, что твоя смерть наступит лишь в момент всеобщего конца. А возможно, он минует тебя. Но насколько силен и безграничен Нил, настолько же была сильна горечь Исиды, дочери Геба, когда Сет убил ее мужа Осириса, желая взойти на престол. Много слез было пролито Исидой об убитом муже, и когда надежды уже не осталось, сухой ветер пустыни принес с собой веру и решимость. И Исида поняла, что настало время действовать. Походу, это Египет. Женщина какая-то стоит. Точнее, ее образ. Ну, дорога тут одна, поэтому пойдемте в этом направлении. Ага, вон она, получается, прямо пошла. В какой-то храм. Красиво, красиво. Что-то синее на земле. Какой-то инопланетянин затвор передернул. Шо это? Палочка какая-то. Как рычаг какой-то. Ну, а в принципе, куда можно применить рычаг? Да вон я уже и вижу, куда. Решетка впереди закрыта. Надо теперь пошукать, куда его втыкнуть. Столб какой-то. Ага, понятно. Пойдемте вовнутрь. Пойдемте сюда, направо посмотрим. В постели. Труб какой-то лежит впереди. Ваза. Ключик не берется. Ага, записка. Часть вторая. Часть вторая. Часть вторая. Часть вторая. Часть вторая. И когда она произнесла старинное заклинание. Чашу мы подобрали. Значит, получается, нужна корона И чашу надо наполнить какой-то водой Тут, видать, какая-то оргия была Хоум видео Сливиды ведут к бассейну Пойдемте посмотрим Ага А вот она, походу, и вода Что-то забулькотело Наверное, чашу мы наполнили Алтарь Исиды Чашу поставили Пойдемте шукать корону А тут статуя аж стояла Проход открылся Усыпальница Осириса 3 июня 1997 Я так счастлива, еще никто не знает Хоть я никогда и не умела хранить секреты, но у нас будет ребенок Еще столько всего нужно узнать Выбрать имя, наконец Время просто утекает у меня между пальцев Появление ребенка в семье – это, безусловно, великая радость, но вместе с этим и большая ответственность Нет, я не говорю о том, что нужно полностью изменить себя и перестать получать от жизни удовольствие Просто, наверное, это последняя запись в моем дневнике Я не знаю, сколько всего хорошего и плохого ждет меня впереди, но я хочу, чтобы последней записи в моем дневнике, хранящем все мои детские и подростковые переживания, была именно эта запись, как напоминание о светлых днях моей молодости Я и не заметила, как стала совсем взрослой, Дженнифер И вот какая-то записочка Часть третья Она превратилась в огромного коршуна, взлетела на алтарь, в котором находился Осирис и забеременела Осирис не воскрес, но подарил Исиде сына, которого она назвала Гором, чтобы он отомстил Сету за смерть отца и горя матери Да здравствует великий Нил, слезы Исиды Пойдемте Корону положим Ага, уходит она Или он Какой-то мужик Пошел вроде бы сюда Хз, ну тут ничего нема Пойдемте на выход глянем Ага, переход Ладно, чуваки, будем на этом закругляться Увидимся в следующей серии Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал Ставьте лайкосы Пишите комменты Всем до свидания Субтитры сделал DimaTorzok